Вот, которая сейчас проходит. Как она пройдет? Как пройдет, ребята? Вот у нас стрелочка показывает на карту. Вот мы сейчас покрутим, чтобы ответить на наш вопрос. Вот, остановилась здесь, нажимаем. Значит, картинка у нас получилась. Какой-то пиджак пустой там, за ним просвечивает что-то. Это слово получим. Стресс. Стресс. Какая-то пустота. Ведь цветы то ли на могилку, то ли куда, непонятно. Был человек и нет человека. Ну да. Можно так понять, можно увеличить картинку, чтобы было видно. Значит, пиджак от человека. И внутри ничего нет. Тут все рука есть, а человека нет, обратите внимание. От него осталось только крючок. И плюс стресс. Стресс кому? Нам, тот, кто это видит? Или стресс для него, результат которого будет вот это? И какое-то отношение... Стресс не всегда взаимный, да? Да. И какое отношение имеет там к Олимпиаде? Ну, мы видим тут море. Это не земля, это, по-моему, вода. Вода. Вода, да. Потому что кораблик там плывет, да? Сейчас новую меньше. Какой-то стресс. Смотрите, это что-то... Где? Это про воде. Это мы хотели про Олимпиаду что-то понять. Но тут какая-то персона, какая-то личность у нас вылезла. В общем, вот какая-то такая непонятная... А давайте узнаем, объединятся ли Северная и Южная Кореи? Объединятся ли Северная и Южная Кореи? Они, конечно, объединятся рано или поздно. Ну, вот ближайшие там 10 лет при Ким Чи Ныне. Ну, вот за это время там, я думаю. Ну, в разумном как бы... Нет, я думаю, лет 5 надо там такой период посмотреть. Ну, ладно. Какая судьба будет у Северной и Южной Кореи с точки зрения хуже или лучше, да? С той ситуации, которая есть, объединение. Для этого надо нам покрутить карты. Вот здесь вот стало, да? Смотрите. Прям кореец. Да, какой-то восточный человек. И причем волосы – это сила. Они как бы разорваны. И между ними профиль еще одного человека. Как бы две Кореи. Северная и Южная, если так трактовать, да? Здесь два профиля. Ну, это профиль волос. Ну, как тени. Тени от этого, да? Да, но это как разрыв. Этот профиль разрывает волосы. Давайте слово посмотрим. Утомление. Они уже от этого утомились. То ли они пытаются объединиться, мы не видим динамику, то ли они разъединились. Такое ощущение, что разъединение остается. Я так понимаю. Мы можем, конечно, еще раз попробовать, посмотреть, уточнить. Мы можем, пусть нам разъяснение на эту тему. Еще разик. Попробуем. Крутануть нашу рулетку. Набрать. Ну, это интересная картинка. Я ее видел уже. Получим слово. Чувство. Вот смотрите. Здесь люди тратят много энергии, чтобы передвинуть квадратные кубы. Квадратные кубы. А кто-то, самый умный, он катит шаром. И энергии меньше. Он первый. Тот, кто сообразил, он вперед ушел. Но здесь, смотрите, еще нож какой-то воткнут. И что-то там лежит. То ли деньги, то ли еще что-то. Это непонятно. Вот. И, значит, люди с сопротивлением пытаются куда-то идти. Но мне не разъясняет она ничего с точки зрения и кодей. Ну, оно понятно, что они там кубы катят на сегодняшний день. Ну, они, да. Они идут. Да, может быть, что они пытаются усложнить свою жизнь. Жизнь сложная. Да. Ну, непонятно. Ну, если мы задавали вопрос по поводу перспективы, то перспектива некудышная. Вот суть опыта. Ну, да. И первая, вторая, она как бы не дает надежды, я бы сказал. Давайте что-нибудь другое спросим, не связанное с Южной и Северной Кореей. Приедет ли Трамп в Белоруссию? Ну, это будет форичная карта так иносказательная, а не слишком трудно тратовать. Задай вопрос, что для тебя эта поездка Трампа в Белоруссию? Нет, я так могу сказать. Я и без конца расскажу. Приедет он или нет? Красная карта приедет, черная нет. И чем больше будет красная карта по статусу, тем, значит, вероятность больше. Чем меньше, то есть черная, тем, значит, наоборот. Снимаем. Ну, получается, что... Высокий статус есть? Ну, не самый высокий. Ну, хотя она на грани самого низкого статуса. Хотя нет, это низкий. Получается, что тот будет ехать, но не доедет. Ехал, ехал, не доедет. Ну, теперь по поводу приезда давайте попробуем картинку тогда еще раз спросить. Трамп Дональд Арнольдович. Ой, господи. А слово каково? Слово. Дево. Что-то дает мне, что нет. Мне тоже как-то нет. Нет. Мне даже трактовать тут дальше после этого слова бессмысленно. Да. То есть в этом смысле слово дерево как-то не несет некой живительной силы энергии. Нравятся мне уже эти метафорические карты. Мне очень хорошо. Давайте поедем для Александра Григорьевича туда, в Америку. Да, поедем для Александра Григорьевича туда. Вот, я уже нажал. Так, смотрите, дырка в сердце-то. Любопытство. Ну, конечно, ему интересно съездить туда, посмотреть. Но в сердце уже дырка. В сердце-то дыра, он пытается прикрыть, оттуда хлещет что-то там. Или там ничего нет, мы увидели, внутри. Пустой. Что-то пустое внутри. Пустота. Пустота внутри. И пытается эту пустоту скрыть. За любопытством. Рукой закрыть. Но из этой пустоты следует... Пустая поездка. Следует, да, что... Нам любопытно. Мы какую-то приоткрываем тайну, связанную с чернотой в сердце. Мы не будем еще рассказывать. Подождем. Владимир Владимирович, как вы вообще пришли к тому? Почему? Чем вот вы про формирование реальности, события? Я вам рассказал, когда я пришел. Да, я несколько что-то пропустила. Где я была? Неужели в туалете? Я сидел как-то дома в кресле. Неужели в туалете? Да. Слычак назывался. Сидя, думаю, что-то такое посмотреть. У меня там попало, может быть, слово такое, экстрасенс, там, где-то в поиске, там, где-то увидел. Думаю, интересно, вот, экстрасенсы настоящие или нет, вот они или нет. Вот с этого все началось. Думаю, вот можно разобраться. Правильнее, да? Думаю, что человеком мог уже сам сделать такой вывод. А к кому обратиться? Только к тому, кто является авторитетом. А кто является авторитетом в этой области? Я стал искать авторитетов, нашел их и пошел по-легку дальше. Соответственно, семинар, обучение. Все, вот с этого момента я помню. Да, с этого момента я просыпался. А когда это началось? Сколько лет? 2013 год, марта, я как раз на семинар к Савину попал, в праздники. 2013 год? 2013, 5 лет назад. Слушайте, это колоссальный результат. Ну, там результат уже был через полгода колоссальный. Все остальное, я просто не знал, что это там и так работает. А потом уже учредили, наверное, практику прошел. Потому что там у Савина это просто теория такая. Там просто рассказали, я ее повидел. Потом уже на практике у меня получилось. И дальше я зацепившись через это, вот как я показывал, когда мы говорим, какая это карта, мы не знаем. И интуитивно находим тут. Не знаю, вот это вот, когда я сделал, я был потрясен. Как же так, я уже не знаю. Я даже не знаю, что еще. Вот. Ну, из небольшой выборки, конечно, за большой трудно. Но хотя, как выяснилось, в семинаре даже люди из большой выборки находили. Из 36, что меня поразило. Вот, что меня поразило. Потому что я устаю, я не могу так долго обнимание терять. А вот карта, ну, до 12 еще можно там как-то быстро словить. Там четкий результат, там почти всегда, вот, неправильный. Вот, это говорит о том, что есть у нас чуйка, что есть доступ к какой-то информации, только мы его не можем прочитать. Следовательно, есть связь, какой-то там информация. И тот, кто этой информацией владеет, там, наверху, он разумное существо, такое же, как и мы. Потом, если что, это мы и есть. Вот, просто моя часть, просто более умная, большая, для которого я вообще игрушка. Вот и все. Поэтому нам разрешают поиграть, что мы делаем. И очень успешно.